МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это четвертый листопрокатный цех Магнитогорского металлургического комбината. В работе стан 2500 горячей прокатки. В уходящем году персонал стана завершает производственную программу с хорошими показателями. После окончания масштабной реконструкции, агрегат уже второй год работает как отлаженный механизм. Мы всегда увеличиваем, наращиваем производство, совершенствуем технологии, также производство готовой продукции, наращиваем темпы по отгрузке. Скорость, с которой металл отгружается потребителю, имеет огромное значение. И, как правило, железнодорожные составы с продукцией ЛПЦ номер 4 не задерживаются на дюстаже. И, кстати, на днях на участке отгрузки состоялось очень важное событие. Но об этом разговор впереди. Отгрузить тем больше, тем лучше, я думаю, нет. Мы также идем за качеством, как бы у нас есть непосредственные планы, и по этим планам мы работаем. Как бы планы мы свои не срываем, что, ну, какой план, столько мы и делаем. Как бы рекорды мы здесь не ставим. А для людей, которые ждут металл за проходной комбината, дорога каждая минута. Нет, все укладывается в срок. У нас есть программы, где указывается непосредственно погрузка, через сколько надо металл отправить. И к этому времени мы укладываемся, как бы никаких задержек по нашей отгрузке и отправки нет. Качество вы можете наблюдать сами. Рулоны идеальные, запакованы, замаркированы. Все выглядит достаточно красиво и качественно. В уходящем году на стан 2500 горячей прокатки постоянно приходили технологические письма из Управления производством и Научно-технического центра. Без таких писем освоение новых марок стали просто невозможно. Вот сейчас на Ральганг вышел сляп, по-моему, 10-метровый. Сколько он тонн? Да, 10-метровый сляп 38 тонн. Ну, это редко для стана или постоянно уже? Нет, каждую смену катаем максимальную длину. И сколько это примерно будет длина полосы? Ну, примерно 60 метров. То, что в данный момент катаем, да, идет на трубу. Сразу видим по заказам, по марке стали, сразу понятно назначение трубы. В данном случае идет сталь третья спокойная, это водовод. В случае трубы для газа, там уже другая марка стали будет более крепкая. А вот в прошедшем году, год-то уходит, вам новые марки стали попадались? Да, осваиваем новые марки стали, такие как К-62, были более прочные, с увеличенным пределом прочности. А ИК-100 не замахивались? Ну, в мою смену точно нет. В череде ярких для нас событий в уходящем году были встречи с оператором стана 2500 горячей прокатки, героем труда Александром Моториным. И наш разговор шел не только о технологии производства металла, но и про хэви-металл, то есть о рок-музыке. Работа есть работа, музыка есть музыка. Так что... А вы знаете о том, что, когда мы с вами последний раз говорили о Deep Purple and Rock альбоме, там вот этот Children's Time, я сказал, семь минут идет эта вещь, а вы сказали девять, да? Десять. Так вот, в интернете были комментарии, причем много. Очень вас хвалили, во-первых, во-вторых, сказали, Моторин прав, а ты не прав. И мне было все равно не обидно. Ну, это же хорошо. Это же как... Ну, всегда кто-то ошибается. Видите, просто, может, ко мне ближе те же папы, поэтому я побольше знаю, где-то поглубже. И там разница у них идет, там, в зависимости, где они давали концерт, когда давали концерт. То она бывает там идет по времени, по-моему, даже больше 10, чуть ли не 11 минут доходит. ММК меняет смыслы. Вот вам конкретный пример. На этой неделе в ЛПЦ номер 4 вошел в работу новый девятый тупик. Значение этого слова известно всем. Но в нашем случае тупик – это выход. Причем выход на новые горизонты логистики. Выводка и постановка вагонов с разных станций – это разгрузит как минимум одну станцию. Здесь больше, наверное, выгода будет не в деньгах, а больше выгода будет во времени. Во времени и в разгрузке станции, ну и больше маневров. То есть вагоны будут быстрее уходить со станции, соответственно, они будут быстрее уходить с комбината, ну и потребитель быстрее будет получать свой металл заказанный. Ну, время – это же деньги. Да, конечно, это деньги. Наша рубрика «Разговор с интересным собеседником» предполагает встречи с людьми как минимум необычной судьбы. Так вот, Александр Игоревич Бадин работает в четвертом листопрокатном цехе вместе с отцом, он тоже оператор, и мамой. Вот такой – семейный подряд. Но мы сейчас не об этом. Александр Игоревич, мне очень нравится ваша форма одежды. Вот я смотрю там ММК, а дальше не по-русски. Откуда это? Металлуржия. Это в прошлом году я ездил в Турцию на запуск стана. Возобновляли работу стана. Ну вот, выдали такую форму одежды. Теперь вы турецко-подданный, нет? Ну, получается так. А, в принципе, вас обогатила эта командировка? Ну, в какой-то степени, да, больше опыт. Опыт, ну, и интересное как-то знакомство в плане того, что языки разные. То есть, как бы там же были, это Даниэль, получается, стан, итальянцы. То есть и итальянцы, и турецкие, так скажем, там руководители были. Ну, и как бы очень интересно было, когда-то там 3-4 разных языка. Сначала путаница, а потом, когда начинаешь во всем разбираться, довольно-таки интересно. А каким из четырех языков вы свободно владеете? Я? Ну, наверное, русский, английский. И все. Ну, уже чуть-чуть теперь и турецкий. Английского достаточно, я думаю, да? Да, там в основном, кстати, использовали английский язык. То есть итальянцы, некоторые турки и русские. В основном на английском. Вот интересно узнать, как к нам относились, к нашим специалистам. У нас же много с комбината уезжало, приезжало, уезжало. Прекрасно. Отношения прям, ну, уважение. Если вдруг какие-то непонятки, всегда советовались с нашими, там, вот, осушники, кто ездил туда. Потому что, как бы, своих специалистов у них, я не знаю, ну, видимо, не хватало. И очень часто обращались за помощью, там, за советом или еще с какой-то настройкой стана. Я вспоминаю просто, когда здесь немцы работали, пускали чистовую группу. К ним уважительно так все относились, дружили, общались так, по-доброму. Но все-таки чувствовали, что ребята крутые. Ну, да. Вот. И то же самое русские испытывали в Турции. Знаете, вот мы относились к немцам, как бы, ну, как, там, высоким специалистам, да, как бы, там, все. И просто учились, так скажем, у них. В Турции немножко было по-другому. В том плане, что мы, когда там работали, могли, вот, с того не всего прийти, там, возьмут, накроют стол. Там арбузы, там, какие-нибудь, еще чего-нибудь. То есть приходят, спокойно угощают, там, всякими сладостями. То есть нет такого, что просто вот они, вот, русские, да, вот мы, там, совету спросим, где-то что-то, там, настраиваем, работаем, и все. Нет, именно как-то по-дружески вот так вот это возьмут. Кто-то дома, там, возьмет, у него, там, жена, она готовит целый противень, там, каких-нибудь сладостей. Он принесет на работу, просто всех вот угостить. Я понимаю про сладости. А вот лопатку баранью ел? Нет, кебаб ел.